Смотрите, здесь постригучие, здесь покороче, а здесь поджиннее. Я буду сделать стрикатор? Марина Бармутова во Владимир приехала два месяца назад из Мариуполя вместе со всей семьей, с сестрой, племянником, его женой и сватами. Марина Васильевна рассказывает, здесь во Владимире их приняли как родных. Однако первое время все равно она боялась взрывов и бомбежки. Ей казалось, что вот-вот и эти страшные мгновения повторятся вновь. От страхов и воспоминаний женщину отвлекает досуг. Во Владимире для бежавших от военной операции организуют множество мероприятий. Марина Васильевна была уже на концерте в филармонии и посещала Московский театр. А вот сегодня поход в парикмахерскую. Я каждый месяц хожу в парикмахерскую, каждый месяц в обязательном порядке. 8 февраля срылась и все, мы жили в подвале в ужасных условиях. Кошки, собаки, люди, пыль, все это. Готовили пищу на улице наши мужчины, готовили пищу на улице. А бы что, а бы как. Лишь бы что-то как-то прожить, просуществовать. Новые стрижки сделали всем без исключения и взрослым, и самым юным жителям пункта временного размещения. Среди задач специалистов подровнять кончики волос, уложить, придать форму волосам. По словам вынужденных переселенцев, из-за стресса, перенесенного на родине, волосы стали ломкими и безжизненными. И сегодня мастерам-парикмахерам частично удалось справиться с этой проблемой. Мы понимаем, что данная ситуация, что происходит на Украине, это все равно в любом случае необходима любая помощь для жителей. Поэтому мы решили, что это будет просто необходимо. Свою помощь в этом вопросе предложили сами индивидуальные предприниматели. Инициативу поддержал Совет народных депутатов города Владимира. И за такую безвозмездную услугу даже вручили владельцам и управляющим благодарственное письмо. Теперь ежемесячно парикмахерская будет принимать по 40 переселенцев на благотворительной основе. Это на самом деле у людей просто душевный какой-то порыв. То есть, я говорю, никого никогда не приходится просить, они сами. Просто идут и помогают. Ну, так вот, наверное, им сердце подсказывает. Поэтому, знаете, такие моменты понимают, что хороших людей намного больше. Вот, добрых, отзывчивых, милосердных. Так, в частности, помощь жителям пункта временного размещения оказала и зубная клиника, и производители медтехники, и другие представители сферы услуг. И на этом поддержка переселенцев не закончится. Продолжение следует...